Сегодня у музея Федина особенно многолюдно. Гости – представители творческой интеллигенции города, актеры, музыканты, художники, писатели, библиотекари и даже ученые – собрались поздравить коллектив с 30-летним юбилеем музея. На праздник приехала и внучка Константина Федина – Варвара Фомина. Охотно дает интервью журналистам, делятся эмоциями, которые переполняют. Всегда здесь замечательно. Любой праздник здесь лучший для нас. Мы приезжаем с большим удовольствием. Всегда при первой возможности. Музей в переводе с греческого – храм Мус. Они и открывают праздник. Для коллектива же – 30-летний юбилей, своеобразное подведение итогов. Что сделано и над чем еще предстоит работать. Знаменательное достижение – экспозиция «Дом русской литературы», в которой удалось объединить не только писателей, но и весь литературный процесс XX века. Это такая уникальная экспозиция, которой практически нет в нашей стране, не только в нашем регионе по Волжскам. Поэтому, естественно, мы гордимся тем, что у нас уникальная экспозиция, что у нас уникальные фонды. Дар, который семья Федина передала музею, он бесценен. Музей Федина по объему и составу фондов не уступает крупнейшим литературным музеям страны. Ежегодно его посещают около 80 тысяч человек. Поздравить коллектив с праздником приехали и профильные чиновники, и депутаты заверяют – 30 лет со дня открытия – это событие не только в культурной, но и в общественно-политической жизни. Александр Александрович был не только замечательным мастером слова, он был руководителем Союза писателей, он был общественно-политическим деятелем, и он находился в очень интересных, сложных взаимоотношениях во всем внутри литературного процесса. И вот этот колоссальный пласт духовности России XX века удалось вот здесь представить. Тем более при всех наездах, которые были на имя Федина, то, что Саратов так чтит, это, естественно, радует нас очень. Цветы в благодарность. У памятника Константину Федину сотрудники музея и гости обсуждают перспективы работы, а планы действительно грандиозные – издать книгу Федина и его современники, перейти на передовые цифровые технологии и добиться дополнительного помещения под постоянно пополняемые бесценные фонды.